Здравствуйте, я Бовинов Григорий Вячеславович, активист профсоюза действия и представитель фонда Рабочая Академия. Ко мне поступили вопросы такие как, как выйти из этого карманного желтого профсоюза и почему именно карманный и желтый. Вот на это я постараюсь ответить в этом ролике. Ну, соответственно, как выйти из этого карманного желтого профсоюза, чтобы с ним там не контактировать, не выслушивать это все. Все делается очень просто, потому что даже если вы придете и принесете заявление, скорее всего, выкинут в урну, поэтому вы приходите на почту и кладете свое заявление на имя председателя профсоюза, соответственно, в конверт и отправляете с уведомлением. Этот момент вы пишете, например, в бухгалтерию бумагу, чтобы перестали вычислять из вашей зарплаты взносы непосредственно в этот профсоюз. Вот такая простая процедура, ни с кем не надо пересекаться, ничего никому не надо объяснять. Ну и второй вопрос, почему же он такой карманный профсоюз? На это очень легко ответить. Мне вот попалась интересная статья, которую мы сейчас и рассмотрим. Статью опубликовал в Севложской инфо, соответственно, под громким названием профсоюзная организация Севложской больницы работает, в которой сообщается, что прибыло 20 делегатов из 355 членов этой вот организации первичной профсоюзной. Ну, то есть, собрались замзамы и завзавы, и вот они выбирают нового председателя первичной профсоюзной организации. В конкретный момент они выберут, соответственно, Зинкову Ларису Ивану, которая является сейчас, как мы видим по документам, заместителя главного врача по борьбе с личным составом. Затем у главных действующих лиц, то есть у бывшего председателя и новоиспеченного председателя, берут интервью. Эти интервью выложены же в этой статье. Соответственно, очень интересные слова. Мне всегда нравится слушать вот этих вот людей. Отчитывается и говорит предыдущий председатель первичной профсоюзной организации Ардышева Валентина Числавовна. Она говорит, что подписали наконец-то отраслевое соглашение Санкт-Петербурга и Ленинградской области между здравоохранением и предпринимателями, и профсоюзами. Такой важный документ, который она, скорее всего, не читала из этого. Ну, это мы выведем потом. И еще она в этом же интервью говорит, что она каждый год перезаключает коллективный договор, базовый такой документ для организации. Ну, Валентина Числавовна, если бы хотя бы один раз заключили бы правильно коллективный договор, не просто вот бумажку, которую принесли юристы, и вы там ее подписали, а конкретно, то есть собрали бы конференцию, написали бы проект коллективного договора, рассказали бы сотрудникам больницы, насколько он важен, и посмотрите, какие вот эти пункты. Если бы сотрудники проголосовали, потом бы выселили за стол переговоров и отстаивали бы там именно вот этот коллективный договор свой, именно в интересах сотрудников, вы бы это запомнили надолго, и не говорили бы, что вы этот коллективный договор перезаключаете каждый год. Нет, он заключается всего лишь один раз в три года. Ну, а у нас в больнице он заключился один раз на шесть лет. Вот так вот произошло в нашей больнице. Но это все по закону, но сейчас он уже не действует, понимаете? И вы не перезаключали. И отраслевое вот это соглашение, оно тоже заключается один раз на три года, понимаете? Очень все понятно, насколько вы участвовали в заключении коллективного договора каждый год. Ну, и Лариса Ивановна Зинкова, новый председатель, дает такое интересное интервью. Тоже почитайте. То есть она выдвигает надежды на первички на местах, вот такие на активы на местах. Ну, и особая надежда на Корину Вадима Викторовича, заведующего в Морозовской больнице. То есть вот больше надежд ни на кого нет. Ну, плюс она там говорит интересную вещь, что пионерский лагерь надо организовать в больнице в Морозовской. То есть кто не знает нюансы, звучит, конечно, жутковато. То есть вы себя плохо вели, будете отдыхать в больнице. Теперь я знаю, кто сочинял страшилки, которые мы все пересказывали в пионерских лагерях. Так, это, наверное, вот эти дети, которые отдыхали в больнице. Дети перепутали дверь в столовую и забежали в операционную. И по ночам за ними ползала резиновая перчатка в Крыме. Итак, отраслевое соглашение. Отраслевое соглашение – это такая бумага, которая подписывается в том числе на уровне Минздрава Российской Федерации. Если вы хотя бы посмотрели бы вот этот вот базовый такой документ, на котором должен, в принципе, строиться коллективный договор, посмотрели бы прописанные нормы и улучшили бы их, нежели прописаны в этом отраслевом соглашении, потому что именно коллективный договор должен улучшать вообще все, что есть и прописано в приказах Российской Федерации, то, соответственно, вы увидели, ну, если взять примерно того года отраслевого соглашения, посмотрите, как оно выглядит, а работа датель обеспечивает. И вот соотношение зарплаты, посмотрите, оклад там аж 55%. 55%, понимаете? Вот я когда переходил из Всеволожской больницы и уходил работать в город, у нас был оклад 12 тысяч, а когда я пришел в город, там стало 37. Чувствуете, вы подписываете, то есть Санкт-Петербург и Ленинградская область подписывают одно отраслевое соглашение, в принципе, должно все как бы вот быть в принципе одинаково, но посмотрите, что вы написали вот уже спустя 5 лет, насколько это прогрессивный трудовой договор, который вы сейчас заставляете подписывать, и посмотрите, какой у меня там есть и как бы есть трудовой договор, ну, с изменениями за 5 лет, естественно, изменилось, я вам скажу, что в лучшую сторону. То есть вот эта цифра 55, она звучит везде, и в этом отраслевом соглашении, об этом говорит Путин, об этом говорит сейчас новый министр здравоохранения, об этом говорила Скворцова. А у нас где эти 55% оклада от всей зарплаты? Просмотрев этот ролик, надо понять главное. А главное, что надо бороться не против кого-то, а за свои интересы. И в этом ролике, понимаете, я показываю, что вот собрались люди защищать свои интересы, интересы главного врача, организовали такой между собойчик. И я лично против них никого, против никого не имею ничего против. Ну, просто милейшие люди, хоть они и являются замами, кажется, я против них борюсь. Да ни в коем случае, надо бороться именно за свои интересы, за свои интересы. То есть вот они собрались вот таким славным коллективом и борются за свои интересы, интересы главного врача. То есть представляя весь коллектив, говоря о коллективном договоре. И вы должны бороться за коллективный договор, за свои интересы. На данный момент единственной силой, которая есть именно во Всевышевской больнице, это профсоюз действия. Надо выйти из желтого профсоюза, вступить в профсоюз действия и бороться за коллективный договор. Проект коллективного договора сейчас пишется. Выходите на контактное лицо на Владимира Геннадия Петровича, вступайте в профсоюз действий, участвуйте в разработке, защищайте и боритесь за свои интересы. И так как коллективный договор – это базовый документ, о чем говорит Ардышева Валентина Числавовна, соответственно, из этого базового документа его положение перекочует и ваш трудовой договор. И, возможно, там будет эти 55%, о которых говорит Путин, оклада, а не 30 или 20, как сейчас в Ленинградской области. И стажевые там появятся, которые сейчас пропали в новом трудовом договоре. Товарищи, боритесь за себя, за свои интересы в составе независимого, именно независимого профсоюза, а не как это выглядит сейчас во Всеволожской больнице. Ну и будьте здоровы! А пока – пока! Субтитры создавал DimaTorzok